Всем-всем большой привет! Очень рада приветствовать вас на моем канале. Большое спасибо, что зашли на мою страничку и смотрите это видео. Я поздравляю вас уже с наступившим Новым Годом. Надеюсь, что вы отлично его отметили. И также желаю вам интересных и хороших новогодних каникул. И в свою очередь решила вам сегодня рассказать о своих новиночках с моего любимого китайского сайта, который называется Shein. В этот раз мой заказ получился очень классным. Вещи все отличного качества. Я ими очень довольна. И все эти вещи я уже с большим удовольствием ношу. И сейчас вам хочу рассказать и с вами поделиться. Первое, с чего я начну, это вот такая рубашка. Вообще, когда я ее заказывала, я думала, что эта рубашка будет как платье. Потому что на сайте, на девушках оно именно так и смотрелось. Но оказалось, что на мой рост 164 см оно немножко коротковато. И эта рубашка именно идет не как платье-рубашка, как я изначально хотела, а просто как удлиненная рубашка. Очень хорошее. Приятный такой материал. Никакие нитки, ничего нигде не торчит. Здесь оно идет на завязочках. Можно затянуть на поясочке. Затя вот таким образом. Просто обычная. Повторюсь, качество хорошее. Также здесь такие перламутровые пуговички. Может быть, вам будет видно. Я уже эту вещь пару раз надевала. Сейчас в новогодние праздники мы часто ходили в гости то к друзьям, то к родителям. И я ходила в гости именно вот в этой рубашке. Ссылочки будут внизу. Вещь хорошая, достойная. Поэтому присмотритесь. Может быть, кому-нибудь понравится. Следующая вещь вообще просто отличнейшего качества. Подобные свитерки я видела у нас в торговых центрах. Просто продаются в различных отделах. Это вот такой вот свитер. Я заказала серого цвета. Кстати, сзади сразу же вам покажу. Сзади он просто обычный. И спереди у него вот такие очень красивые бусинки. Есть бусинки серебристого цвета и такие вот как жемчужинки. Бусины очень качественные. Абсолютно не облезлые. То есть хорошие бусины. Хорошо все выполнено. И что самое главное, они отлично пришиты. Крепко держатся. Я уже даже эту кофточку стирала. Потому что я всегда, когда заказываю с китайских сайтов, я когда получаю заказ, сначала вещи стираю. И только потом я их начинаю носить. Вот. И я постирала эту кофту в обычном режиме. Там, по-моему, быстрая стирка была, режим. И ничего нигде не отвалилось. Все отлично держится. И материал, конечно же, здесь, по-моему, натурального ничего нет. Здесь акрил в составе этого свитера. Но он очень мягкий, нежный. И очень приятный к телу. Ну и плюс он такой, знаете, даже немножко, можно сказать, нарядненький такой. Довольно-таки плотный, теплый. И вот эти бусины очень здорово смотрятся. Мне прям очень понравилось. Также он был представлен на сайте еще в других оттенках. Следующая, третья вещь. Это будет классное платье в пол. Я вообще изначально, когда его заказывала, думала, что, скорее всего, я буду его укорачивать и отрезать. Но когда я его получила, мне настолько понравилось, как это платье в пол смотрится на мне, что я решила пока с ним ничего не делать. И именно в этом платье я отмечала этот Новый год. Вообще изначально я хотела одеть другое платье на Новый год, которое я покажу вам чуть позже. Но в итоге, в последний момент, решила именно вот это платье надеть. Учитывая то, что Новый год мы праздновали дома, вообще вдвоем с мужем, потом к нам присоединилась компания. Очень классно. Из приятного материала, даже похожего на хлопок, такой немножко, ну как бы тонкий такой материал, такой очень, как будто бы это хлопок с вискозой. Здесь длинный рукавчик, спереди пуговички, то есть можно расстегнуть, можно застегнуть полностью на все пуговицы. Даже в кадр у меня не помещается, но на отдельном видео будет видно, как оно смотрится на мне. Очень красивая расцветка и качество этого платья хорошее. Думаю, что оно такое, знаете, как бы нарядное на самом деле, нарядно смотрится. И весной, я думаю, буду его носить, еще думаю, укорачивать его или нет. Но вот именно в таком длинном варианте мне оно очень понравилось. Поэтому вот такое, если вы хотели какое-то хорошее платье в пол, то советую вам обратить на него внимание. Ссылки, как я и сказала, будут, конечно же, внизу под этим видео. Ну и последнее платье, которое хочу вам показать, это то платье, в котором, как я уже говорила, я изначально хотела отмечать Новый год, но в итоге передумала, потому что оно слишком оказалось праздничным для домашнего, скажем так, празднования. Это вот такое красное платье, оно идет кружевное, кружево здесь с таким рисунком как бы листики, немножечко нижняя подкладка короче и кружево чуть длиннее, чем нижняя подкладка. И что самое главное, здесь вот такие рукава, они расклешенные и очень круто смотрятся. И вообще отлично бы подошли, например, для празднования этого Нового года, потому что был год, то есть наступил год огненного петуха, но все-таки я передумала, праздновала в другом, но в общем не важно. Это платье, оно довольно-таки хорошего качества тоже, все хорошо выполнено, оно хорошо смотрится и оно очень нарядное. Думаю, что возможно приберегу его для какого-то другого случая. Здесь, кстати, хорошая отделка у горловины, очень достойно не сказать, что это прям какое-то качество вау, но для китайского сайта оно выполнено отлично, мне вообще не пришлось отрезать ни единой нитки, никакого запаха, вообще ничего не было. В общем-то, отличное платье, если вы хотели что-то такое интересное, то советую обратить вам внимание на это платье. Это единственный минус из-за того, что здесь такой расклешенный рукав, даже мне немножечко он длинноват оказался, этот рукав. Я его не знаю, так оставить или может быть все-таки как-то его укоротить, хотя здесь кружево, но возможно нужно отнести в ателье и послушать, что там посоветуют. Вот, но в любом случае посмотрите на отдельной вставке, как это платье смотрится на мне. Я довольна, оно очень нарядное, поэтому, может быть, как я и сказала, для какого-нибудь случая я это платье смотрю. Вот на этой ноте я буду с вами прощаться, всего вам самого хорошего, увидимся в новых моих видео, и всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»